такие предприятия, я считаю, что это не просто, как сказал Аргулатов, я ошибся, а это преступление против своего народа, против своей территории, на которой ты работаешь и управлять, при том, что ты знал, какие документы он подписывает. Витя, а русалу выброси больше? Да, красный сон, русал. Слушайте, русал, русал, ты председатель правительства, ты должен был спросить, ты знал, что это такое? А потом, почему ты спрятался за народом, 160 тысяч, и возникают самые такие, знаете, вспышки протеста, как наступают выборы? Ну, выйди, объясни, и честно признайся перед своим народом, что да, я ошибся, извините, мы что-то будем делать. А то раз, как бы, и в кусты, народ, давайте это сам. И вообще, с такими предприятиями надо очень осторожно относиться, черти горды, как можно это делать? Или уже они поняли, что окраины наши выборут и так, они и вымирают. Придите, посмотрите. Вот я вам говорю, приедьте, причал есть. Приедьте, посмотрите, чем живет молодец, чем живут люди вообще. И вы убедитесь. Вот я такого даже не представлял, что у нас в Красноярске в 21 веке так сегодня живет. С красным-то, что делать? С красным-то, я вам скажу. Наша главная задача вернуть налоги на территорию. Краяпроцесса. А за что? Вот смотрите, ну, мы же делали, вкладывали деньги в реконструкцию. Почему сегодня Грусал не вкладывает? Грусал сегодня ни во что не вкладывает. Ни во что. Мы содержали три команды, высшие лиги. Две. Несей, хоккей, красные ярлы, футбол, металл. И всю федерацию бокса России. Так мы строили школы, больницы. Участвовали во всех социальных проектах. Я даже школу в Северном мы построили. Сейчас выборная компания. Пришли в этот год. Два четвертой школы. А там табличку мою сняли, потому что было. И я спрашиваю. Смотрю, есть ваша. А вы знаете, кто в школу эту построил? Один человек из ста нашелся. Это вы же построили. Это было недавно. Как раз участвовал во всем. Никогда никому не отказывал. Потому что мы понимали, что у нас учащие предприятия. Если не мы, то кто. У нас бюджет края был 1 третий. И поэтому мы вкладывали деньги не только в праздники, не только в спортивные мероприятия. Такое, как чемпионат мира мы провели в истории. Лучше во всей истории чемпионат мира по вольной борьбе. Это зафиксировано. Я с гордостью, потому что мы были главным спонсором. Экология. Вот я про экологию. Я понимаю про экологию. В экологию надо реконструкцию в очистительные вклады. А сегодня при нас по цехам ходили люди без распираторов. А сегодня без распираторов боятся зайти. Мы приехали туда, агитировали. Утром в 7 утра. Туда милицию по нагнали. Думали, что мы завоз западу приедем. Я говорю, приходите, пообщаемся. И сотрудников подозвало, они послушали. Послушайте, мы завозным голосом. И люди начали нам рабочие в 7 часов перед сметой рассказывать, как сегодня они живут. И печально они живут. Испоминайте те времена. У нас мы спортивные день физкультурника проводили. Как город сегодня день физкультурника проводил. У нас одно предприятие проводило. Что? Может быть, давайте-ка Расплава тоже там будет проводить мероприятие? Не знаю, кто на него будет работать. А вы не знаете, кто стоит за ним? Все стуки там ходят. Вот за Путина говорят. Не знаю, что про Путина говорят. Анатолий Петрович, а вот сейчас у нас в крае идет война между двумя, скажем, с Путровками, с Албомом. Может, мы что-то интересное проявить, чтобы я просто расскажу. А я хочу сказать, я думаю, что не должно никаких войн быть. Я думаю, что губернатор должен быть хозяином, например, показывая, где-то рядом соседняя область, Кемеровская область. Там предостаточно финансового группы, которые работают в этой территории. И там Анатолия никому не позволяет участвовать там, где не положено им участвовать. И они строят и социальные жилища, и школы, и больницы, и детские сады, и дворцы спорта. И участвуют в социальных проекциях области. И он понимает, даже некоторые моменты такие были недавно рассказывали. Предлагали ему повысить тарифы на уголь. Он сказал, скажите, спасибо, что не полезно. Они все подняются. Вот когда у нас будет хозяин, когда налоги мы вернем на территорию, тогда будет вопрос. То есть, когда придете, мы им всем кулаком. Не надо кулаком. Зачем? Вот мы привыкли только через какие-то революции менять. Надо с людьми уметь разговаривать. Надо посадить за стол так, чтобы было ему интересно за этим русалом сидеть. Ну, если сможете померить, померить и русалом, что есть такое? Конечно, сможет. Я убежал. Я с намерением хороших отношений. Но с русалом, я думаю, что мы ради мира, того, что всегда я сяду, лично я оставлю, сказать. Всегда с умею объяснить. Хоть кому, беребаскин, беребаскин. Когда-то он мечтал, как мне прием не попасть. Он сидел, я с его старшим товарищем разбирал, он сидел, прием не попасть. Но я вот так и призывал. Он уйдет. Были такие уйдет. Анатолий Петрович, а в случае вашей... Никого я не боюсь. Условный, да, сейчас ее назовем, победой на губернаторских выборах. Как вы оцениваете перспективу взаимоотношений с федеральными властями? Потому что не секрет, что в том числе и бюджетная наполняемость в регионе зависит от... Я считаю, как можно ближе надо общаться с федеральными властями, субъектами федераций. И ломерность... Давайте я... Что я сейчас... Я понял вашу мысль. Как вас примут в Москве, вот, Анатолий Петрович? Ничего личного, только работа. Президент, если наш заинтересован... А я думаю, президент у нас государственник, я уже ждет этого. Он это услышит. На примере того, что у нас есть депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. Мы потребуемся, чтобы они лоббировали все интересные люди. Чтобы таких безобразий не было, у нас все налоги выявили. Колонию построили. Мы на протяжении у нас сколько уже лет. У нас известный бывший губернатор, депутат Госдумы. И от Единой России сколько депутатов будет. От ЛДП и ОДП. В сегодняшний день никто эти вопросы не поднимает. Потому что мелкие все люди. По-другому я назвать не могу. Надо задать задание и спрашивать. Вот я еще раз приведу вам пример соседей. Каждую субботу он ждет с отчетом каждого депутата Госдумы. Что ты сделал? А у нас сам по себе каждый депутат. Вот помните, многих выбрали. И где они даже не появлялись в Космосе? Вам не кажется, что если предсковители Красноярского края начнут на федеральном уровне задавать неудобные вопросы, вы станете как губернатор неудобен? Мне не кажется. Как вас зовут? Антон. Антон. Я сегодня задаю. Приезжаю в Москву и общаюсь с высокой днём. И разговариваю вслух. Так, как никто не разговаривает. Даже губернатор сегодняшний разговаривает. А что вы делаете, скажешь, 62% у Единой России назначили выбор? Не будет никогда. Не будет никогда. И потом губернатор снимает. Не будет никогда 62% у Единой России на сегодняшний день. Нет, я имею в виду, с кем я скажу, выборы обеспечен, 62% и останешься губернатором. Такое происходит у нас в России. Нет, поверьте, Антон Петрович, это совершенно дозвол. Мы постараемся доказать работу уровнем жизни нашего населения. Вот это должна работать губернатором. Но от объединения России общества, 50 губернатором вас выбрал? Никогда. Никогда. Антон Петрович, ну... Я хочу жить в единой стране, в России, но не в Единой России. Вы в обращении к президенту, там, в последних строках буквально сказали, что могли бы повысить авторитет исполнителя власти. Это я рекомендацию дал президенту. Если он приедет, он президент правительства, он сегодня отглавил Единую Россию, и если он приедет в Красноярск, и разберется, и покажет результат, он только повысит. На самом деле. А как? Вы думаете, чтобы он, если бы он приедет в Красноярск и укажет на дело слабые места, и не на Россию партии, он может руководить, это я бы на его месте так поступил. Как вы думаете, им бы прибавилось именно на имиджи? Сыграло бы или нет? Ну, то есть, это не значит, что вы готовы за год эту партию? Нет, ну, я же вам сказал. Ну, вы согласны, что вот, если приедет председатель правительства, и под тем вопросом, по которому мы указали, он начнет разбираться? Я согласен, но я говорю, что он не будет просто... Нет, это второй вопрос. Нет, прибавит или нет? Да, прибавило бы. Прибавило бы? Конечно, прибавило бы. Да. Фотографии, если я. Я закончил. Вот я бы хотел, чтобы вы с молодежью у нас больше встречались. Общались, разговаривали везде. И вот, на самом деле, в наших вузах, вот молодежь так далека от этой политики. И знаете, как будто вот, особенно в клубе, когда придешь и посмотришь на них, они думают, что мы тоже были молодыми, мы тоже ходили на дискотеку. Я думаю, что мы в 30 лет когда-то, а раз, и пролетела. Вот у меня сидит знакомая, но я ее не буду встречать, когда она оказалась здесь. Думаю, мы тоже пытались. Встречались много-много лет назад. Видите, как быстро время пролетело? Сколько, говорит, в советского времени будет. А вот вчера. Как и у вас будет, потом будете вспоминать, когда-то мы с бытым. Встречались, он нам расскажет. Павел, я объехал здесь белый свет, я жил в Америке, в Европе. Я тогда уже с Америки вез сюда, садился в Петру Ивановичу, и говорил, Петр Иванович, срочно надо строить паркинги. Завтра у нас, это было более 12 лет назад, я говорю, завтра у нас будет проблема с этим. Не подписывает никого, ни один дом, ни один бизнес-центр, без подземных стоянок. Что мешало? А мешало то, что у нас сегодня городостроительный кодекс, в каком состоянии, что невозможно. И уже президент Путин сказал, что надо отменить, упростить сборку документов о форме, которые годами люди собирают. Ну что, что еще? Придет время, за день, без вас будут с вами встречаться. Вы на вымещали, господи, свечи? Да. Ну а как, сообщак, платить, а, вы получили? Нет, обычно, вы не даты, извините. Ну а как, вы открываете блокером стол, а вот вы, нет, обычно, я не даты, открываю блокером стол, там, рестораник. Две секунды, слушайте, вот так вот, две секунды решили. Ничего личного. Что не думать, а что не думать, а то среди вас найдутся, скажут, что вы как подкупали. Да. Вот, если ходить самой за крупным столом, посидеть, я поверю. Но только почему, вы видите, а дискуссионная площадка в будущем, а почему вы в прошлом не создавали какие-то не поддерживающие инициативы? Ну, знаете, наверное, все это и я, к этому надо прийти. Поверьте, я не скрываю, я не учился сам, мне никто политики не учил. И те ошибки, которые я совершал, про которых я наделал шишки, это нам был этот путь пройти. На сегодняшний день, конечно, я бы пошел другим путем, более, как бы, может быть, травимым, более, может, государственным. Я бы выставил тогда отношения с Москвой, у меня такая была возможность. Но я не пошел по этому пути, я думал, я не ожидал, что проиграет у меня такая машина. Вроде я, как бы, потребует, думал, завод отставил там, сделал лучшее предприятие завода, завод служит нашему краю, налоги, все. Она это заплевает. Приехал генерал Хорестников, команда ее 200 человек, возбили 56 уголовных дел, и все. И все наши те люди, которые могли бы что-то сказать, все разные. Один я говорил, где бы я ни находился. Надеюсь, я чувствую, что я свободен. В том случае, где бы я ни находился, я говорил, что он тоже будет. Даже в тему. Вам вопросы из-за влайна? А? Вопросы из-за влайна? Что надо? Вроде как, Владимира Перикоти. Вопросы из-за влайна? Вопросы из-за влайна Дмитрия Периквина? Это влайна Дмитрия Периквина. Можно. Не, ну что, пожалуйста. Не, ну, есть сейчас. Ну, если у нас председатель правительства. Конечно. Вы предлагаете что-то сказать, что он не тот, за кого себя выдавят? Нет, есть ну, что он. В той же теории, что он España growers или costing. А как же вы взамен Медведева? Не согласитесь, если предложат? Ну так, фантазия. Люди вас в Красноярске живут, не знаю, какие-то силы у меня здесь дают. Вот в Москву приезжаю, и мне через два дня становится некомфортно. Может, наверное, природа влияет. Понимаете, я жил в Америке, в Европе, устроен на фантазиях, в местах, и вот что-то меня сюда тянет. И что-то заставляет меня идти по этому пути, куда меня произведёт. Но я думаю, что всё будет хорошо. Я в этом убеждён. Без веры жить нельзя. И веру обманывают. И подводить нельзя. А когда ещё люди тебя верят, это самоцепно. Всё остальное можно сделать. Но когда тебе народ доверяет, всё. Можете сказать, какой будет край через десять лет? Через десять лет? Зависит от нас с вами. Ну вот в ваших делах. Я думаю, помните, ещё великие люди говорили, что Россия будет прирастать в Сибирь. Это ещё Ломоносов сказал. Я вам скажу больше. Сегодня в Азии происходит, видите, какой хаос. Идёт огромнейшая эмиграция, даже на Европу. И эта эмиграция будет переходить на Россию. И эмигрировать будет я убеждён, что в Сибири. Если такой человек, как сегодня губернатор говорит, хочет предложение делать, чтобы переселить тридцать тысяч с Кавказа. Вы на это близли. То надо задуматься. Надо нас. Сможем. Мы своих людей не можем обеспечить. Благоустройство. Чтобы у них всем было. Вот я был недавно в Николаевке. Я посмотрел. Очень красивое место. Ну его давно уже. Николаевку надо смести. Этим людям дать там жильё цивилизованность. Красивое. Это всё просто сделать. Поверьте, я люблю строить. И неплохо строить. Я по всему белому свету строю. Даже в деревне. Вот, видите, я на Дигарболе построил современный агрохлоп. Где я, где деревня. Ну просто вот я хочу для облоги для себя заниматься. Потому что, смотрите, сегодня сирхозпродукцией у нас завозится национальная безопасность и надпадорова. 70% всего завозится в России. Даже картошку в Красноярский край стали завозить. Но когда это такое было? Мы молодыми людьми были, студентами. Мы ездили на уборку урожая и заготавливали на всю зиму. А что, по вашему карте, нам нужно изменить в сельском хозяйстве? В сельском хозяйстве? В сельском хозяйстве всегда была дотационная. Государство должно участвовать. Участвовать не так, как сегодня. Ага, свой человек, дадим кредит. Не свой, значит ли это? Давай. Я думаю, надо давать всем тем, кто работает сегодня. Масса программ. И скимулировать людей. Прежде всего, участника, который сегодня занимается развитием подворья своего, этих людей. Чтобы наша продукция была на рынке свободно доступна. Мясо, молоко, творог, овощи и все остальное. Проблема финансовая. Не хватает внимания. Конечно, конечно. Конечно. Надо просто пойти. А сегодня мы только в нефть и в газ. И смотрите, сегодня вся страна у нас в коллапсе. Все зависит, что же будет с нефтью. Вот мы должны все-таки сделать, знаете что? Открыть для малого бизнеса ворот. Не для среднего. Все европейские страны сегодня с бюджетом складываются из этого бизнеса. А мы ждем, что же с газом будет. У них крупного просто нет. У нас все есть. У нас все есть. Ну поверьте, у нас вот на моей родине Назаровский санхоз есть. Который мне горжуешь новым. Назаров. Лучший санхоз России. 180 тысяч крупного рогатого скота. О нет, соврал, соврал. 18 тысяч. И 120 тысяч сиреней. Представляете? И 80 тысяч гектар земли. И как там все построено? Еще я был тогда, когда Верпев руководил. Потом его губернатора поставили. Я думаю, что это ошибки. Человека оторвали от земли. Его надо было ставить заместительным губернатора по сельскому хозяеву. Понимаете? Его поставили губернатору. Из-за того, что он наконец-то подлежал. Все остальное. Ему было очень тяжело. А потом мы с ним дружили. Он приезжал. Я видел, как он делал. Как он по земле ходил. Как Исаев сейчас продолжает. На Ниве сам за рулем. Где богатейший сархоз. По году там десятки миллионов долларов прибыли. Я думаю, ты чего не купишь себе мой соответствие? Живи хорошими. А он на Ниве ездит. Вот так устроить. А у вас такая машина? Нет, у нас нет. Анатолий Петрович, вопрос от Александра Крискова, депутата Борссовета. Также руководитель школы наблюдателей. Он спрашивает, не дадите ли вы от подкорыстного направления выйти для наблюдателей? Обязательно. У нас будет 300 с лишним человеком. В смысле, я вам хочу, чтобы вы взяли для своих наблюдателей направления. Скажем так. Независимые наблюдатели, которые по выбору... Я пользуюсь. Можно, если что-нибудь вам определить? Юрист, без вопросов. Без вопросов. Мы его знаем. Он нас знает. Он высказал свое мнение по нам. Мы не против. У каждого свое должно быть. Это серьезная работа. Мы готовы ничего личного дать ему юристов. Но мы свои преподаватели. Готовим все лучшие обучения. Анатолий Петрович, вы уже сказали, что бизнес средний и мало надо снявки делать. Как вы сами считаете, что удобно они вести мало бизнес, средний, а снявки делать? Сейчас надо с ним увидеть. Симулировать людей всех людей. Отмечать людей. Наверное, может премьировать даже. Чтобы у людей появляться с теми. Почему? Почему? Потому что сегодня вот так. Зажались. Если не дальше, с никакого бизнеса не будет. Административные ресурсы? Административные ресурсы. Возьмите любое. Строительство. Куда мы что-нибудь в мире. Вот, чтобы не за... Красавица ни за что не берется без бизнес. Я осознан. Я считаю, что надо вот... Вот, знаете... Вот, я считаю, что власть надо так видеть опять. Не должна власть этим заниматься. Ни краевая, ни городская. Вот все они должны заниматься именно этим. Это о чем я сказал. На следующий день, после победы нашей, прежде будет принять закон об ответственности. Я не боюсь об этом говорить. Другого пути нет. На сегодняшний день. Ну что вы? Мне это приятно то, что пришлось с министрами. И кто им управляет? Вы скажите, что председатель правительства не знают, как у него министры. А? Ну, вот вы все взрослые люди. И грамотные. Скажите, вот... Скажите, вот... Скажите, вот... Восемь лет. Столько власти у человека было. Именно вот власть хозяйственная, где он должен быть... Все мэры должны по стойке смирно стоять. Он должен говорить... Все знать, что происходит. А что он изменит сейчас? Пытается убедиться на землю. Мне это я же сначала говорю, что... Просто хотят, чтобы замыли всю ситуацию, что сотворил наш Бог со своим благом. Вот и все. И не более другого. Пусть кто-то возразит, что это не так. Я готов вас пригласить и тех людей еще раз пройти по правилам. Пусть послушают крик души. Крик души. Детей, знаряков, людей. Детей, да. Детей, да. Детей, на вашу. Увидя. Увидя. На следующий день. Кто-то западил. Но только я задаю вопрос о... Почему сегодня нет? Поверьте, я когда, я немножко вернусь сюда? Когда я пришел на именно за вот... ...то мне, а я, вот... ...вот, я... членов совета директоров, председателя, ну, когда избрали, он сказал, как право, в совете 12 тысяч, то есть всё равно это произвел, у меня в армии был старшиман, я знал, что какой-то порядок. Вот если у тебя порядок, значит, у тебя всё полноцово. Да, и я привык, за что-то я говорю, даже если я сказал, если это будет потом, я понял, что я ошибаюсь, это ущерб у себя, и когда шахтура будет идёт, потеряем деньги, мы начнем прошить этот участок. Вот когда собрались люди, которые руководители церковых, мы смешли, смотрели на меня, думали, что я могу. А тогда, когда я пришёл, 300 миллионов долларов за должность была, криптовой. Когда я вам рассказываю историю, вы можете пройти у нас в классе. И через 15 лет. Я говорю, уважаемые металлогики, я говорю, не собирайте быть металлогиками, вы у меня металлогиками. я постараюсь для вас создать условия, а вы должны показать, как вы умеете работать. Я сказал, что я поделюсь из своего кармана с вами. Примирается, мне сейчас засобъелось. Но кто-нибудь выполняет моё указание, мы расстанемся. Я уволил пять человек, самых махровых, мне звонили с края, начиная от администрации края прокуратуры и всех стандартных людей. Я говорю, приходите, я вам дам возможность по работе над ними делать. Хорошо будете работать, будете хорошо зарабатывать. Все нажили кружки. Но когда я стал платить премиальные, которые я вам обещал, начальники цехов жили на заводе. Жили. Мы за два года рассчитали со всех идут. Я вам просто отвечу ещё один. Просто секрет, человек. Чтобы у тебя получилось сделать, надо объявить свою землю, свой народ и своё дело. Всё у тебя получится. Если у тебя этого нет, лучше не крись и не потай.